Чистые парты в ряд и приставленные к ним новые стулья. Так сегодня выглядит, кажется, самый знаменитый кабинет математики. Однако Слава учебный класс в сочинской школе обрел совсем в другом состоянии. Еще несколько недель назад входная дверь едва открывалась, а парты больше служили местом признаний в чувствах учеников. Вот такой вот ужас. Это кабинет, в котором учатся дети. На четвертом этаже 401 кабинет. Видео в сеть о состоянии школьного кабинета выложила учитель биологии, где ей пришлось провести несколько уроков. Ролик вызвал большой резонанс, не оставил инцидент без внимания и глава региона. Бениамин Кондратьев тогда пообещал лично разобраться в ситуации. Изменив запланированный график, губернатор сегодня специально прилетает в Сочи. Осмотрев несколько учебных классов, просит директора показать тот самый 401 кабинет математики. Школа находится сегодня в хорошем состоянии, сама школа. И претензий у меня к мэру в части содержания в целом школ и конкретно этой школы нет. Нет, мэр не может приехать в любую школу и чинить там дверь. Это уже задача администрации школы, конкретно директора. Те парты, которые мы видели в сети, хотя бы покрасить-то можно было. Вот эта вот бесхозяйственность, она в первую очередь в голове у администрации школы, у руководителя школы. Уж можно было, еще раз подчеркиваю, конкретно посмотреть, что нуждается в текущем ремонте, но не в процессе учебного года, а явно до. А учитель должен учить. Вот с учителя мы можем спросить за качество образования, за качество, но не за большее. Как администратор школы я считаю, что своей задачей на данный момент не справляетесь. Сам директор объясняет, парты в кабинете действительно были в ужасном состоянии. Однако к моменту съемки видео новые школьные столы уже закупили. Их просто не успели привезти и расставить. В прошлом году, только уже в декабре, была мебель заказана, оплачена. И в январе, уже в начале января, это Новый год, получили три комплекта, три класса мебели. Ну где-то, может быть, и не успели, да. Я не вижу в этом какого-то такого кошмара страшного, как попробовали это преподнести. Но полностью кабинет в порядок так и не привели, считает автор видеоролика. Чуть позже экскурсию по кабинету для главы региона проводит уже та самая учитель биологии Елена Носова. Все недоделки просто замаскировали и спрятали за шкафами. Вы даже припудрить нормально не можете, коллеги. Я еще раз подчеркиваю, что мы сегодня должны заниматься качеством образования. Качеством образования. И у руля качества образования, у фундамента стоит учитель. Давайте не вот такие условия ему создадим, иначе мы будем иметь вот такое же бутафорное качество образования у наших детей. Бутафорное, это правда. Она должна была, как педагог, работать в хороших условиях. И задача нашей с вами, коллеги, и руководителя школы, эти условия были ей создать. А мы сегодня пытаемся закрасить, быстро парты эти заменить, шкафы поставить и что-то сделать для того, чтобы, я еще раз подчеркиваю, припудрить ситуацию. Вот не нужно эту ситуацию припудривать. Не нужно. Нужно, наоборот, скрывать такие ситуации, и чтобы они больше не повторялись. А вы знаете, о моем профессиональном уровне образования в этой школе пытаются умолчать. Я неоднократно писала заявление, чтобы мне выдали анализы проведенных мной уроков, так как в том году и в этом году за мной закреплен административный контроль. Приметом возмущения была не профпригодность и не то, о чем сейчас вы пытались сказать, а условия, в которых вы преподавали. Вот это сегодня предмет моей заботы. Я из-за этого сюда приехал. А вот класс, который сегодня припудрили, вот класс, да, или это ложечка дегтя, которая испортила всю бочку меда, или на самом деле сегодня у нас есть такие классы, которые совсем не украшают сегодня ни сочинскую школу, ни краевые школы. Вот сегодня дальше мы будем уже разбираться в целом. Такой класс единственный во всей школе, рассказывает губернатору коллеге Носовой. Да и учеников за последние два года заметно прибавилось. Нередко приходится проводить занятия не в своих профильных кабинетах, но даже там всегда стараются следить за порядком. Все мы здесь сидящие. Никто не уйдет из кабинета, не собрав ни бумажки, ни проверю парты, если он занимается в чужом кабинете. Никто никогда не оставит грязный кабинет. Вот вы сказали, мы учителя работаем в чужих классах. Для вас они не свои, а для директора школы они все его. И он за них отвечает в первую очередь перед вами. Давайте правильно разделим. Вы учите. И с вас спрос за образовательный процесс, за качество обучения, за баскобальников, за тех ребят, которые потом штурмуют вузы, которые лучшие из Сочи, из Кубани, в Москве проходят. Он говорит, ребят, молодцы, какой процент даете. За это вам почет и уважение. Именно вам, сидящим в этом классе. Моя задача, мэра любого задача, любого директора школы задача, любого, не только вашего директора, создать условия для того, чтобы вы растили этих баскобальников. Вы на самом деле самые у нас дорогие. Потому что в ваших руках самое дорогое, что есть в любом обществе, в любой стране, это дети. По итогам рабочего визита Вениамин Кондратьев поручил местному управлению образования пересмотреть кадровый состав администрации 4-й школы. И каким должно быть это решение, уже сегодня кажется очевидным. Мария Крошный, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24 Сочи.